Громкая история с участием азербайджанских чиновников-экологов, попытавшихся провести мониторинг в зоне контроля российских миротворцев, где установлен сепаратистский режим, обернулась новым политическим скандалом. 7 декабря представители азербайджанской стороны достигли договоренности с командованием российских миротворцев о беспрепятственном мониторинге добычи полезных ископаемых в районах компактного проживания карабахских армян. Согласно джентльменскому уговору, азербайджанские экологи вновь появились в российском коридоре. Однако азербайджанские специалисты столкнулись с еще большей вопиющей, если не сказать чудовищной провокацией российских миротворцев и псевдокарабахской администрации. Добравшись до источников, подвергнутых незаконной эксплуатации, а если быть точнее, оказавшись у месторождений Газелбулак и Демирли, азербайджанские экологи наткнулись на непреодолимую преграду в лице российских миротворцев. Солдаты генерала Волкова отказались пропускать полномочных представителей правительства Азербайджана к указанным месторождениям. Более того, российский генералитет преподнес непрошенным властям домашнюю заготовку, армянскую протестную массовку под предводительством самого так называемого «газминистра» российского гражданина Рубена Варданяна. Местные армяне, вопиющие глаз народа, встретили азербайджанцев, как и подобает в зоне ответственности россиян, со всей присущей им агрессией и неистовой злобой. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять истинный замысел российско-армянского дуэта. Волков с Варданяном изрядно подготовились к приезду непрошенных азербайджанских гостей, которые не пришлись к армянскому двору и оказались хуже татарина. Генерал Волков решил воспользоваться выпавшим шансом усадить за стол переговоров азербайджанских чиновников с Рубеном Варданяном. Разве не прекрасная возможность для первой легализации кремлевского ставленника в Карабахе? Однако азербайджанским чиновникам ничего не оставалось, как покинуть зону ответственности российских войск и с пустыми руками вернуться в Шушу. Вот что в интервью разъяснил представитель Министерства экономики Масим Мамедов. Мы увидели на этом месте группу агрессивно настроенной молодежи. Они воспрепятствовали нашему прохождению на эти объекты, месторождения. Считаем это заранее спланированной провокацией. За ней стоят приехавшие туда Виталий Баласанян и представитель непризнанного режима Рубен Варданян. Несмотря на обещание организовать нашу поездку, данные в результате прошлых обсуждений, российские миротворческие силы не создали нам условий для нормальной работы. Масим Мамедов отметил, что на входе второго объекта, куда они направились, также скопилась большая толпа. Мы увидели, что помимо объектов, они также перекрыли нам дорогу. Несмотря на переговоры, проведенные с ними представителями, руководством, командованием российских миротворческих сил это не дало никаких результатов. Считаем это провокацией, организованной двумя сторонами, сказал он. Таким образом, с подачи российского командования в Карабахе произошел первый эксцесс, азербайджанцы оказались лицом к лицу с разъяренными армянами. Игра нервов в лучших традициях Горбачевской перестройки. Напряженность нарастает и вот такой политикой Волковой и ему подобные провоцируют новый конфликт и столкновение. И лучше не забывать, что на дворе уже не 1988 год. Азербайджан – не союзная республика, а состоявшееся независимое государство. Мы выполняем свои обязательства и ждем того же от своих партнеров. И если генерал Волков решил, что обязательства можно не выполнять, если командование РМК не посчитало нужным принимать это все во внимание, ответ на подобные грязные игры на территории Азербайджана должен быть и будет соответствующим.